В этом уроке у нас с вами речь пойдет о правилах чтения гласных букв в английском языке. Правила чтения гласных букв не настолько очевидны, как правила чтения согласных букв. Поэтому в данном случае мы еще с вами поговорим о таком понятии, как открытый и закрытый слог. Чем они отличаются? И разберем правила чтения гласных в открытом ударном слоге. Итак, давайте разбираться. Открытый и закрытый слоги. Что это такое? Наверное, проще сначала разобраться на русском языке, потом уже переходить на английский язык. Давайте пока по-русски. Закрытый слог. Вот у меня в левой колонке закрытый слог, в правой колонке открытый слог. Закрытый слог – это тот, который оканчивается на согласную букву. То есть, который, можно сказать, закрывается согласной. Закрытый. Легко нам это представить так. Вот берем первое слово «дом». Когда мы его произнесли, мы рот закрыли с вами. Поэтому слог получился закрытый. Не со всеми согласными так получится. Например, кот – рот останется открытым вроде как бы. Но тем не менее, если у нас гласная, она так и так звучит с открытым ртом. А, О, У, И. А согласная все-таки это какая-то преграда. Та же самая Т. Все равно мы язык поставили Т. Мы закрыли. Поэтому те слоги, которые заканчиваются на согласную букву, они называются закрытыми. Да, вот, смотрите. Дом. Кот. Портфель. В слове «портфель» два звука, два слога. Портфель. Оба они оканчиваются на согласные буквы, поэтому они закрытые. Или вот. Бульдог. Буль-дог. Опять-таки. Л-Г. Закрытые слоги. Открытые слоги, соответственно, это те, которые оканчиваются на гласную букву. Мама. Два слога. Оба открытых. Они оканчиваются на гласных. Ничто не закрывает. Река. Фонетика. То, что мы с вами сейчас изучаем. Радуга. Они все, все слоги вот в этих словах, они все открыты. Они все оканчиваются на гласную букву. Вот в английском языке примерно та же самая картинка. Закрытый слог – это тот, который оканчивается на согласную букву. Например, pen – согласно. Sit – сидеть. Cup – best. Это все закрытые были слоги. Они заканчивались на согласную букву. А теперь открытый слог. По сути, открытый слог – это тот, который оканчивается на гласную букву. Например, слово my. Вот здесь мой. Здесь всего два. Две буквы. И оканчивается на гласную букву y. Чаще всего слова, английские слова с открытым слогом встречаются вот такого вида. У нас есть какой-то набор букв, чаще всего это согласная, гласная, согласная. И потом идет вот такая и гласная на конце. Это и не читается. Она так и называется немая и. Она не читается, эта буква. Она служит только для того, чтобы сделать этот слог открытым, чтобы его произносить соответствующим образом. Потому что в английском языке и в русском языке правила чтения немножко отличаются. Вот в русском языке у нас есть код, например. И вот здесь фонетика. Они более-менее одинаково читаются. А по-английски, если это открытый слог, то буква в нем будет читаться совершенно по-другому, чем в слове с закрытым слогом. Сейчас мы с вами разбираем правила чтения английских гласных в ударном открытом слоге. Почему? Да потому что это проще всего. Как буква звучит в алфавите, так она и читается в открытом ударном слоге. Почти что во всех буквах. Всего в английском языке 6 гласных. Вот мы сейчас с вами их и разберем. Первая буква A. Читается она как A. Вот такие значки. Придется немножко напрячься, да? Потому что английские все-таки гласные звуки более изощренно пишутся, чем согласные. Потому что согласные более-менее похожи на буквы, сами звуки. Проще учить сразу буквы и соответствующий ей звук. А гласные все-таки вот так по-другому. Но запоминайте кракозяблики. A читается как A. И в открытом слоге она звучит так же A. Например, name. Вот это последняя буква И. Если вы видите слово такого вида, которое оканчивается на вот эту И букву, помните, что она не читается, эта буква. Она хоть и произносится, хоть она и пишется, но она не произносится. Name. Или вот озеро. Lake. Так. Следующая буква И. Буква И. Вот такой вот значок у нее. И. С двумя точками. В открытом ударном слоге читается эта буква так же, как в алфавите. Би. Но помните, что в слове Би, Б твердый, потому что английские согласные всегда твердые. Би. Пейт. Тоже. И. Пейт. Буква Ай читается как Ай. Вот она. А вот буква, которая дает звук вот такой, состоящий из как бы двух звуков, называется дифтонг. Я вам сейчас напишу. Дифтонг. Дифтонг. То есть там два звука, как бы. Двузвук можно так по-русски перевести. Дифтонг. Ай. Не путайте, да? Буква Эй. Вот Эй. Этот звук называется Эй. Дифтонг. Буква Ай. Там пишется вот это. Кажется, как будто это же буква, но на самом деле звук это А. А, И. Вместе получается Ай. Найс. Читается буква Ай, как в алфавите, в открытом ударном слоге. Найс. И следующие три. Их всего шесть, да? Помните, то есть мы сейчас с вами половину разобрали, еще половину. Буква ОУ в открытом ударном слоге читается так же, как в алфавите. ОУ. ОУ. Это ОУ. ОУ. Например, нос. НОУЗ. НОУЗ. Буква И не читается, да? Это просто немое И для обозначения открытости слога. То есть, чтобы сделать слог открытым, мы приставляем эту букву сюда. Только ради фонетики. Или НОУ. Нет. НОУ. Следующая буква Ю, она читается, как бы из двух звуков состоит. Из согласного Й и гласного У. Получается Ю. Например, МЮД. Отключить звук. Или ТЮН. Мелодия. Единственная буква, которая читается в открытом ударном слоге не так, как в алфавите, но, тем не менее, очень похожа. Это буква Y. Она, сама буква звучит как В, да? С вот этим В. ВАЙ. Буква Y. Не путайте. В математике это называется Y. В английском это называется Y. В открытом ударном слоге мы вот это В не будем читать. Иначе получится как-то смешно. Мой будет МАЙ. Мы не будем читать МУАЙ. Это просто, ну, не звучит. МАЙ. Или СКАЙП. Не СКУАЙП же, да? СКАЙП. СКАЙП. То есть, буква Y это единственная буква, которая звучит немножко по-другому, нежели чем в алфавите. В слове, в открытом ударном слоге, в слове она будет давать просто звук АЙ. МАЙ. СКАЙП. Так же, как буква АЙ. Вот она, АЙ. НАЙС ЛАЙН. И там было МАЙ СКАЙП. Точно такой же звук. Давайте вспоминать. Я сначала не показываю вам транскрипции. Вы попробуйте почитать, прочитайте эти слова сами. А если не получится, я вам покажу транскрипцию и уже прочитаю вместе с вами. Давайте попробуем. Первое слово. ИМЯ. Попробуйте его прочитать сами. Получилось? Ну-ка, проверьте себя по транскрипции. Так, давайте разбираться. Н. Это дифтонг. Эй. Это звук М. НЕЙМ. Почему это так читается? Потому что буква И, это просто немая И, которая здесь служит для того, чтобы сделать слог открытым, чтобы буква Эй читалась как в алфавите. Эй. НЕЙМ. Совершенно верно. НЕЙМ. ИМЯ. МАЙ НЕЙМ ИЗ МАРИНА. Меня зовут Марина. Следующее слово. Ну-ка, прочитайте его сами. Ага, даю вам транскрипцию. Проверили себя, правильно прочитали? Давайте разбирать. Б, звук Б, это дифтонг ЭЙ, и звук К, вместе БЕЙК. БЕЙК, выпекать. Там абсолютно та же самая ситуация, да, что и в слове НЕЙМ, разбирать даже не буду. Давайте следующее слово, читайте его сами. Проверяйте. Хорошо, давайте разбираться. Звук М, это дифтонг АЙ, получилось вместе МАЙ. Буква ВАЙ в открытом ударном слоге читается как АЙ. Ударный слог, это значит тот, который под ударением. Но поскольку у нас с вами, мы читаем слова отдельно, то они у нас все под ударением здесь. Поэтому, собственно, мы с вами, в принципе, разбираем. У них во всех будет так же читаться, как в алфавите. Но, если слово звучит в предложении, и ударение на нем не стоит, то, естественно, там немножко будет другая ситуация. Мы с вами ее сейчас пока что не разбираем. И опять хочу обратить ваше внимание, что главная цель этого урока выучить, так как бы двух зайцев убить. Первый заяц, это выучить вот эти карказяблики, выучить транскрипционные символы. И второй заяц, это как раз просто правило чтения выучить в открытом ударном слоге. Давайте следующее слово попробуйте сами прочитать. Ага, проверили. Давайте разбирать. М-е-у-т. Мьют. Выключить звук. Буква Ю в открытом ударном слоге дает звук Ю, как в алфавите. Следующее слово. Читайте сами. Так, проверяйте. Молодцы. Б- и долгий И-и. Вот эти две точки у звука обозначают, что это звук долгий, он долго читается. Б- быть. А здесь вот это И, хоть оно и на конце, но здесь всего два звука Б, две буквы. Би и И. Поэтому здесь это И, она читается в этом конкретном слове. Не путайте это с словами, где длинное слово и там И на конце немое. Ну, поначалу, наверное, тем не менее, так и так придется просто учить эти слова, как они читаются, но потом вы поймете уже аналогию попозже. Попробуйте следующее слово прочитать. Так, смотрим по транскрипции. Да, выдох. Дифтонг Ай вместе Хай. Хай, не Хай, да, не надо харкать по-русски или по-испански. Нужно выдох. Хай, Хай. Так, следующее слово давайте сами. Транскрипция. Так, смотрим. Г, Л, О, дифтонг О, Б вместе ГЛОБ. Вот такая палочка это ударение обозначает. ГЛОБ. Чаще всего, когда в слове у нас всего один слог, палочка это не ставится, это ударение, а ставится оно, когда два слога. Ну, вот здесь просто для примера она стоит. Чтобы вы не пугались, если вдруг такое увидите в дальнейшем. Следующее слово. Транскрипция. Молодцы. Это слово Хей. Выдох. И долгий звук И. Две точки обозначают, что это долгий звук. Хей. Он. Давайте следующее слово читаем. Транскрипция. Разбираем. З, дифтонг О, и Н, ЗАУН. Смотрим. Открытый слог, буква О читается как в алфавите. О, ЗАУН. И последнее слово прочитайте вы сами. Так, проверяем себя. Разбираем. Ф, дифтонг, ЭЙ и М. Вместе ФЕЙМ. ФЕЙМ. Слава. Открытый слог. Немой и не читается. Буква Эй читается как в алфавите. Такие мы с вами молодцы. Мы прошли буквы. А, О, Ю, И, 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 ВАЙ. Это все гласные буквы. И мы узнали, как они читаются в открытом ударном слоге. Приходите на следующие уроки.